Ну, каждый день радует, каждый день. Распускаются и распускаются. Вокруг граната. Ребятушки, а леандр-то, видно, замерз зимой. Дровища. Тюльпаны бедные сквозь траву пытаются пролезть. Господи. У рябчиков уже, смотрите. А этот весь какой-то больной, что ли. О, на, муравьи-то. О, на! Разворотила я, видно, их гнездо. Решила тут траву повыдирать. Вот видите, подружка-то у меня теперь перестала меня бояться. Кормлю её. И она прям всё так тут и ходит. А Маська вчера пришёл и шипит на неё. Я говорю, ты чего? Она же девочка. О, какой! То, что я её кормлю. Я говорю, нечего шляться сутками неизвестно где. А то я ещё тут 10 котов прикормлю. Не знаю, понял он, чё или нет. Вот видите, какая корзиночка-то получилась. У меня, оказывается, краска есть, зеркальная, металлик. А я про неё и забыла. Он как блестит. Ну, я специально такие вот сделала. Цвета холодные. Потому что у меня все горшки красные, зелёные, чё-то жёлтые. Пусть будут отличаться. Я потом петунью посажу сюда. Вот ещё один сохнет. А внизу, который ещё цементом только залила. Перенесли мне УЗИ с часа дня на 12. Но, собственно, разница небольшая. На голодный желудок до обеда. Да. Ну, что поделаешь, если раз в неделю приезжает УЗИ. Конечно. Витя, наконец-то, железо у меня забирает. Я ему собиралась, собиралась сколько лет. Всякие. Ну, железо не убрасывал. А он всё никак-никак не заберёт. Наконец-то. Собрался. Сейчас машину загрузят. Даже снега. Загрузились. Доброе утро, мои дорогие. Дождливое утро. Видимо, ночью ещё дождик начался. Всё. Мокрое. Хмурое. А я вчера... Снимать было, в общем, нечего. Поэтому я вчера видео не выкладывала. Заката не было. Знаете, а разводить воду, вот это чего-то, ля-ля-ля, ни о чём. Ну, я не люблю. Когда у меня есть настроение поговорить, есть о чём рассказать. Другое дело. А так как-то... Вот. Ну, что, утро сегодня. Я вот мучаюсь, пытаюсь валяться в кровати, потому что мне к 12 ехать на УЗИ. Ну, тут встала, уже не могу валяться. Вчера, да, вот. Вчера вечером присылает мне Наташа-нумеролог. Картину. Ну, так как мне много же шлют всяких из ТикТока. Вот, кстати, из ТикТока, девчонки, я вас очень прошу, не присылайте мне, пожалуйста. У меня нет времени. И вот эту вот веселуху всякую смотреть. Только время теряю. А когда начинаю видео монтировать, то меня просто бесит. Вот в кадры с видео лезут вот эти ТикТоки. Я их удаляю, злюсь. Ну, в общем... Ну, прям вот мешают они. Во-первых, они засирают весь память всю у телефона. Постоянно нужно это убирать. Вот. А тут, смотрю, картина море. Пастель. Наташа присылает мне. Очень приятная картина. Море такое, цвета хорошие. Вот. Ну, я её поблагодарила. И всё. А сейчас утром просыпаюсь, и она мне пишет. Это я первый раз рисовала. Я просто обалдела. Думаю, ну вот надо же, а. Надо же. Первый раз человек нарисовал. И глаз не оторвать. И цвета, и прям... Ой, ну обалдеть. Ну, Наташа. Прям поразила меня. Сейчас вам покажу, девочки. Вот. Ну, надо же. Я ей говорю, талантливый человек, талантлив по всём. Ну, вот такое вот до утра. Ну, вот Наташа порадовала. Ну, скажите, начинающий художник. Ой, ой, полетели. Я под видео оставлю телефон Наташу. Кому нужна помощь, обращайтесь. Очень интересно. И на самом деле всё это правда, и всё очень помогает в жизни. Я по себе знаю. Он прям... Говорить не могу. Во рту так сохнет. А что, на УЗИ-то надо же на голодный желудок ехать. К двенадцати часам. Вот пью воду, а толку никакого. Всё равно пить хочется. Ну, не то, что пить хочется. Прям сохнет. Саша моя говорит, что я фреш. Свежо выгляжу. Ну, может, не знаю, как я свежо выгляжу. Ой, вчера прислала мне Саша видео, как Данте, щенок-то их, поёт под губную гармошку. Оно коротенькое совсем. Но я его отдельно выложу, девчонки. Но это прям, ну, не могу. Господи, такой милый. У него выпали два зуба. Ну, вот этих молочных. И остались там по бокам. Он как-то выглядит так, как заяц. Ой, маленький, смешной такой прям. Тут перенервничали так. Умудрился где-то, пока гулял, взгрызть ветку, видно. И вот это. Ой, и рвало его этими щепочками. И они к ветеринару с ним поехали. И, в общем-то... Вот, ну, ничего. Саша, говорит, до сих пор какает щепочками, но весёлый. Ну, ему там уколы делали, сказали понаблюдать. Если не будет аппетита, если будет грустный, то вести. Ой, ну, в общем, весёлый. Весёлый поёт под губную гармошку. А родители все на нервах. А я ей говорю, я говорю, да вы что, это же ребёнок. Глаз да глаз за ним. Ну, конечно, наесться чего угодно. Уж глупый, не понимает. Вчера вечером смотрела сериал Швеция, Дания. Называется «Мост». Ну, про следователя, женщину. Я первый сезон смотрела давно. Я вот не помню даже где. Уже в Крыму ещё, или в Мурманске ещё. А тут увидела на кинопоиске, что уже три сезона. Думаю, надо посмотреть. Мне очень понравился, интересный. Вот. И пока вот смотрела, разобралась с нитками. У меня тут всё в коробке. Ну, вот, сами представляете. Вот это я всё подрезала. Но я это не выбрасываю. Вот. Всё. Собираюсь сделать подушку на стул в технике пицца. И собираю всякие обрезки, вот эти нитки даже. Вот. Потом сделаю, вам покажу. Вот. Так вот, это самое. О сериале об этом. Мне что, ну, удивляет, так вот. Вон, видите, сколько этих с нитками. Ещё и пустых, вон сколько. Надо их куда-то тоже пристроить, чтобы они не путались. Вот. Что меня удивляет в скандинавских сериалах. У них актрисы снимаются даже без макияжа, даже не загримированные. Вот. Как они в жизни ходят, так они и в кино снимаются. Сравнить с нашими фильмами у нас в военных сериалах и то накрашенные с маникюром. А у них такие простые. Вот. И эта главная героиня очень мне напоминает мою невестку Таню. Вот вроде бы не сказать, что они прям похожи. Ну, ну, прям вот я смотрю, вижу Таню. Вот в Мурманск приеду, надо ей сказать, показать, как она признает. Похожа она, нет. Так что вот я просто так, девчонки, никогда не сижу, не смотрю. Я всегда чего-то делаю. горячая вода. вот такая получилась. получилась. Вот видите, как легко снимается пластик. Я вот раньше этого не знала, мучилась. Намазывала там и вазелином, и каким-то маслом дно пластика. а оно всё равно впитывается, не хочет выходить. Сколько испортило всего. А оказывается, всё очень просто. Горячей водой, ну, почти кипятком полил, и всё, и оно тут же и выскакивает. а это, девчонки, будет следующая моя работа. Почувствовали, какой объём? года два я никак не решалась. Ну, во-первых, надо тряпок сколько сюда пустить, краски сколько надо, да и работы сколько. вот лежал, лежал эта штука. А вчера Витя приехал за металлом-то. И руки его хозяйственные сразу потянулись. Я говорю, нет, Витя, это я тебе не отдам. Вот смотрю, давно ведь хочу, давно, но страшно начинать. И же ещё нужно, её же на что-то надо ставить, эту махину. Просто так на землю не поставишь, потому что там же штырь такой, ну, на который всё это крепилось-то. Да, кстати, девочки, у кого какие мысли есть? Может, из неё что-то ещё можно сделать? Девчонки, давайте. Общая фантазия – это великое дело. пока я не начала, может, что-то ещё кто придумает? Не обязательно цемент. Я видела, делают и столики журнальные, стекло кладут сверху. Ну, мне как-то ни к чему. светильник очень тяжёлый. Хотя тоже интересный, конечно. Ну, я даже не знаю, куда его вешать. Так что, может быть, кто-то ещё что-то придумает. Может, видели где-то, девочки. Давайте, жду ваших комментариев. вот у меня ещё лежат деревяшечки. Мы ещё с Алинкой ездили, когда зимой на Беляус. Собирали вот эти вот водой деревяшки обкатанные. Всё думали, что бы нам из них сделать. И вот никак, тоже никак дело не двигается. Смотрите, какая внутри пустая палка. Тоже вот. Ну, они, видите, они все разные по толщине. Тоже у меня к вам просьба. может кто что придумает, девочки, что бы из этого сделать-то. Может кто подскажет, мои хорошие. Ну, их немного на самом деле-то. Если для какой-то объёмной работы немного. Но всё равно что-то придумать можно. что-то что-то быть .